Продолжается прием документов на конкурс субсидий по модернизации оборудования. О том, какие приоритетные направления поддержки бизнеса, а также о процедуре подачи пакета документов, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Медицинский центр «Лекарь» получает поддержку уже не первый раз. Владелец мини-клиники изначально подавал заявку на грант на открытие центра. Затем при содействии округа закупил необходимые инструменты. Теперь же приобрел УЗИ-аппарат. Второй раз дали миллион практически за приобретение вот этого аппарата. Чудо-аппарат УЗИ, но он не для диагностики, он для УЗИ наведения интероперационного. То есть я, например, ставлю датчик и уже глядя на то, как идет игла, вожу лекарственный препарат непосредственно в больное место. С помощью УЗИ-аппарата процедура проходит точнее и безопаснее. Сейчас я проверю это на себе. Так называемая блокада помогает избавиться от боли в шее. Изначально место процедуры подготовили и обработали. Затем с помощью УЗИ-аппарата нашли очаг болезненного места и ввели инъекцию. Процедура прошла максимально безболезненно и точно. Великолепная вещь. Пациенты стали лучше даже отзываться о самой процедуре блокад. Это раз. Второе. Безопасность. Ты знаешь, куда колешь. Ты никогда не попадешь в сам нерв, никогда не попадешь в артерию, в вену, чтобы этот обезболивающий препарат тут же разнесся по организму и вызвал нехорошее явление. Также субсидию по модернизации оборудования получило общество с ограниченной ответственностью за полярный олень. Основная деятельность организации – производство кормов для кошек и собак и субпродуктов северного оленя. Мы сейчас плотно работаем с Дальним Востоком. Наша продукция представлена в Красноярском крае, во Владивостоке. В самом четыре региона Дальнего Востока непосредственно с нами работают. Линейка продукции насчитывает около 50 позиций – от рогов до органов животных. Сырье для продукции закупают заранее и хранят в специализированных морозильных камерах. Нам сейчас субсидировали морозильную камеру на 29 кубических метров. Взяли камеру, сейчас она здесь, все хорошо, и 60% нам за нее вернут. В 2020 году состоится два конкурса по предоставлению субсидий на модернизацию оборудования для предпринимателей. Первый начался еще 10 февраля и продлится до 10 марта. Второй пройдет с 30 апреля по 31 мая. Мы принимаем документы на предоставление субсидий по модернизации оборудования. В этот период предприниматели могут подать пакет документов, подтверждающих понесенные расходы. И после 10 марта документы будут рассматриваться на комиссии. Соответственно, предпринимателям будет предоставлена поддержка в размере 60% от понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 1 миллиона рублей. В рамках конкурса предоставления субсидий были определены приоритетные направления поддержки бизнеса. Это сельское хозяйство, охота, рыболовство, обрабатывающие производства, строительство, здравоохранение, предоставление социальных услуг, организация культуры, спорта и другие. Это надо подтвердить расходы предпринимателя на оборудование. Это начиная от договора на поставку оборудования, акты прямой передачи, подтвердить оплату этого оборудования и все необходимые расчеты с контрагентом. Также ключевым вопросом всегда является наличие либо отсутствие задолженности по уплате налогов. Ее не должно быть. Поэтому перед подачей документов всем рекомендуем настоятельно проверить отсутствие задолженности, погасить все возможные налоговые платежи, какие необходимо погасить, и тогда подавать документы. Потому что один из самых частых случаев отказа – это задолженность по налогам. Причем она иногда бывает очень маленькая. Добавлю, в 2019 году в целом поддержку из бюджета округа на модернизацию оборудования получили предприниматели, занятые в медицинской и строительной сферах, а также общественного питания и дополнительного образования детей и взрослых. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».